всем привет дорогие друзья ну вот третий товарняк спартак сыграл ну что такое голимый товарняк что сказать конечно на голову сильнее не сея совсем другой стиль чем был в полуфинале кубка когда там было в 15 моментов еще не тоже можно отметить конечно к венсе гол плюс пас но к венсе 3 матри выхода один на один не забил 3 друзья конечно настораживает что что он в своей там не знаю лучшей форме там из трех хотя бы один реализовал это никуда не годится вот они джики провели весь матч но я не понимаю что делает сруль неделя до матчей зенитом официальный матч на супер кубок какой бы там не знаю все равно ясно что основа конечно будет играть и вот по моему мнению вышла в первом тайме основа который выйдет и в питере через неделю зачем вот эти вот верные струйные замены делать как струйный оргазм я не понимаю для чего это нужно было я там просматривать когда через неделю мать что что он хочет жигулёва донного этого которую надо подписать маркетесова который непонятно он что там дает кому-то или что там выходят эти классные вот этот я не понимаю просто вот эти на замену которые игроки да все просто ужасно низкого уровня ну вот зенковский вышел наконец-то на родной левый фланг сразу видите голевая передача да от винти потом сдвигается на правом он же не играл на правом он игрок левого фланга да что там пытается этого гнатова или зенковского ну хорошо николсон там приехал маркинс приедет ну и за неделю они не наберут форму должны на замену не выйдут значит этот денисов тоже в первом тайме вели какой момент вратарь енисея дает прямо на ногу денисову вместо того чтобы катнуть там спартаков в пустые ворота он начинает там обводить за это ебало бьют в это что это галимый цвет такой в официальном матче это денисов этот вытворяет да такие моменты рассказывать первые минуты первые минуты матча он запер за одну минуту два раза обрезал вот хорошо там в выпадении очень слабый уровень игроков вот этого джигулёва этот рассказывает денисову кусьевич первый гол спартаке даже вставали в пустые ворот там квинсик от нулому удивительно там он попал ну не знаю соболь вроде нормально так набирает реализовал хорошо там ничего гнатов как как всегда как в том как при всех тренерах ничего такого резкого прогресса я не вижу игнатова какой-то ну джики с черновым конечно ясно что это основа там будет литвиновым куда-то задвинул и полу защиту на правый фланг то в нападение то этого холосевич менять с рулят что там в голове у него насранного мозга я не понимаю опять же надо основу наигрывать ну а максименко зачем он ставит сели в первом тайме как потащил на последнюю минуту очень хорошо потащил так бы был бы гол да вот ну так не говорит ни о чем зенит на голову сильнее перед матчем никто так не даст сыграть ему 4-3-3 вот в барселонский тики так это так не играет в рпл так друзья это не под рпл игра так зенит затопчет он-то будет во владении с преимуществом тут просто перекусит там и все я не знаю даже про зенит который на голову сегодня первые матчи которые выезд там краснодар и в грозном там нормальные команды середине кпл просто не дадут так сыграть вот так не играют в рпл эта игра не под рпл опять же напоминает о том что помните прошлую очередь пластилиновый португальский пиджак вот похожую игру пытался ставить как в бенфике нужны игроки такие как в бенфике нужны игроки такие хотя бы как в барселоне там да в сегунде я не знаю там в кофтилье да но не с жигулёвом блять не с холусевичем не с расказовым там не знаю не с денисовым там зобнин опять же объем создающий тупать как ничего не изменился тоже вот у мяров тоже как всегда там три отличных передачи и два обреза то есть практически игроки свой уровень не меняют друзья а суев и карла не должны поменять уровень даже при тренере резкий скачок вперед какие-то резкие таланты я не знаю ну да рыбус вот видно что он звездный нормальный группу рпл вышел там ведь предголевую зубнину левый защитник знает свое место там на год на два на три закроет там бровку вот таких нужно брать игроков готовых ну или не зимковский который левый фланг и промес левый фланг начали зимковского на право на игре телезон или промеса ставьте свободным художником или десяткой под нападает ложной девяткой а игнатова вправо то есть игроки есть на позиции нету игроков вот опять же все это очень тревожно перед к особенно матчем зенитом не хочу говорить там полную кошелку ну ну особенно перед стартом конечно рпл главный турнир там вот супер кубок это выставочный такой больше но еще будет может быть кубок рпл уже кубок михаилович тоже что нормальный турнир такой хороший тоже титул какой-то трофей помимо один раз он был 2003 году зенит тогда выиграл вот очевидно он будет так что какие-то может два состава там наигрывать как говорил еблан братец у нас два состава еще с молодежи да ну пока под официалку я не вижу вот эти особенно замены ничего это все ну как как всегда как все тренеры наши делали вот этим занимаются разброты шатания когда официальный матч на соне начинает там лихорадочно думать там просто просматривать даже когда видны и низкий уровень игроков там полкоманды уровня фнл конечно сраной метлой гнать но естественно что можно сейчас сделать когда такая ситуация с иностранцами все мы знаем все эти события понятно не до жиру будь бы живу поэтому такие игроки играют но в то же время считаю все равно что оптимальная пара центральной джики чернов конечно вот там масло в год не играл пропустил там литвинов он мест не найдет литвинов неплохой игрок там там спина конечно засрал он видите там в прошлом этот хамство конечно уже говорил он был до зенковскому пробить но не за это живет там куда-то он мутит туда по углам его шатает да непонятно где там был явно игрок основы зенковский опять же не прикаленный какой-то бьется это тоже в принципе для рпл ну так готовый игрок для основы но не заменит бакаева ну квинси он же не вытеснит конечно вот ну так вот дорогие такие впечатления матч то есть никакой радужный эмфорит там не испытываю 3-0 там 4-3-3 барселона там тики-така все это можно тусовать в очковой вот все это покажет игра с зенитом которая по-прежнему свой говно прогноз оставляю как вы все знаете говно прогнозирует 5-0 или 5-1 пользу зенита вот ну и посмотрим там тоже никаких особых радужных перспектив в грозном в краснодаре первый матч с оренбургом на открытии аренды бог там очко зацепит с оренбургом и то могут не зацепить и сруй пойдет когда папана все-таки надо тебе было дать коленом под зад пойдет коленом под зад где-нибудь осенью вот эти вот товарники все вот так вот друзья да понимаю 5 голов квинси ну хорошо если там на квинси выезжать но один он гол забьет ну два но все равно где там мы два свои все равно пропускают почти практически в любом матче вот и если он тактику не поменяет этот сруль не знаю будет так играть 4 3 3 это не да невозможно в рпл чтобы в рпл 4 3 3 играть надо на голову выше игроков иметь таких как клоудинья таких как малкольн бариус вендол там в этом зените не знаю таких как были халк витчель в зените со временем или как спартак в чемпионском сезоне как был фернандо как луис адрианом и стерюга как за луис в лучшей форме зобнин в лучшей форме глушаков в лучшей форме тогда да тогда может может быть можно было бы не в итальянске как играл тэдеско и каррера быстро вертикально вперед а может быть было сыграть топ вряд ли то же под эту схему игроков нет кроме кроме квинси но вот так вот друзья вот такие вот мнения вы знаете я редко ошибаюсь так сказать ну хотелось бы тоже вот посмотреть как здесь будет да думали как лучше получилось как всегда как говорил черномырдин ну касаемо там понятно что конечно можно там не приедет идти ли уже когда чуть ли не в антверпин тулит но какое-то усиление да вот это мартинс николсон наберут форму там ну где нету там не знаю к первому туру может не успеют в грозную там краснодар уже какая-то вариативность потому что денисов явно не тянет там вот прудсов тоже непонятно как-то неплохо смотрелся может лучше с мартинсом играть они может три не может играть я не знаю вот такие вот мысли друзья накануне матча зенита конечно будем еще делать выпуски обязательно да напоминаю завтра стрим нас стримы по четвергам и воскресеньям вот на стриме 6 новых анимационных донатов вот как-то так дорогие друзья всех люблю и обнимаю до новых встреч в эфире